Ребята, сейчас мы будем вам показывать продуктовые покупки. Там кусочек ромы виден пальцами тычек. Мы взяли кусочек ромы? Классный пакет, посмотрите, с детьми. Мама, папа, очень прикольно. Мы помогаем детям. Такие классные пакеты вбили. Мне очень осуществляется. Ладно, если я могу поговорить. Вот целый пакет всяких продуктов. Тут помелочь, что ли, всего на 1300. На 1300, хорошо, 1400. 24. Сейчас будем показывать. Также мы зашли еще в один магазин. Давайте, наверное, с него и начнем. В том, в другом магазине мы взяли вот что. Взяли сервелат. Это колбаса сервелат гурман. Рублевский. Очень-очень-очень классно. Дальше я там очень люблю вот такие вот чайбатки с сыром. Очень вкусненькие. Действительно, вот они с сыром. И даже там внутри немножко есть. Приятно очень. Все равно видно, да? Да, да. 35, ну, 35, 48. В общем, такой прям воздушный. Класс. Определенно. Обожаю просто. Так, что мы еще взяли там? Лампу. Лампу. Действительно. Вот такую вот лампу мы взяли. Посмотрите, яркая светодиодная лампа. Сделана в России. Светит как 60 ватт. Потребляет 7 ватт. Е14. Пришлось взять, потому что в фикс-прайсе эти классные лампы, которые продавались, их просто на данный момент. Филипсовские. Да, она вышла в 130 рублей. Так же я взяла вот такой сахарный пирог, сливочный он называется, такой вкусненький, знаете, очень прикольный. Здесь прям масло сливочное, он, наверное, вредный довольно-таки, но мне нравится. Приятно. Иногда можно себя порадовать, тем более, что все равно стоимость его составляет всего лишь 37 рублей. Ну, за килограмм-то 239, ну, так вот, небольшой кусочек. Нормально. Вот он я, красавчик, давайте говорить о Биле. Значит, по 19 рублей сейчас там крекеры. Которые-то мы взяли сучки, крекер. С конжуком они нравятся, да. Хороший, да, такой легкий, приятный. Очень классно сочетается, если пить чай с крекером и с шоколадом. Или с конфетой, как он шоколадный. Прям вообще шикарно. Просто меню беременный. Ой, да, я бываю. У меня скоро будет третий. Третий, ну, почему я не знала остальных? А что там какой-то странный? А, вот что я поняла. Ясно, ясно. Так, значит, вот. Сегодня планирую готовить офигенский такой, ну, как травяной салатик, да, легкий салат. Экокультура, вкусные, натуральные, большие такие помидоры. На самом деле, я хотела, конечно, помидорки черри. Это вот там было написано, что помидорки черри. Да, так и есть. Томаты черри кистевые, красные. Они вот крупные, конечно. Да, но они крупные. Но Рома счел, что это довольно-таки выгодно и взял. Скажем так, мелкие там непонятно были. Ну, ничего. Это не стоили в два раза дорого. Вот я о том и говорю. И размер у них был ненамного меньше. Можно их разрезать. Так, Тройкурова, Куриный Курорт, беточки. Вот эти вот. Они по акции идут. Сейчас стоит 100 рублей из рубленного филе с пленкой бройлера. В общем, они такие, какие-то, крохотные. Выглядит неплохо. Да, они маленькие, но ничего. Выглядят неплохо, классные. Внутри сливочное масло. 99,90. Также мы приобрели, впервые берем. Нам нужна была курица. Такая предыстория. Филе в сливочно-чесночном соусе. Здесь у нас, да, петеленка. Чистый продукт, не содержит Е. Легко жить, все такое. Достаточно интересно. Да, для салата, действительно, мне была необходима курица, которую я планирую делать. Но Рома вот углядел, подобное. Она, видишь, она специально в поддоне, чтобы запекать. Да. Стоила она 200 рублей. Что написано, запекать что надо? Ну, это же разумно. Если вот эта штука, то она для запекания. Не обязательно. Может, это чтобы грязи не было положили. Чертого знает. Может, для запекания. Но тут об этом ничего не сказано. И я буду жарить для салата. Мне запекать некого. Вот написано 20, запекать. 20, 30 минут. Зайчик мой пусечный. Не, ну нет, не пойдет. Запекать это долго, действительно. А я буду жарить, и это займет 15 минут. Так что без вариантов. Ну, мы салат собирались сделать. Я тебе сказала, что мне нужна жареная курица. Так что, если ты взял, то взял. Кстати, она что-то какая-то надутая вообще. Надеюсь, что с ней все нормально. Так, а также для этого салата будет, собственно, салат. Да, ну, здесь у нас вкус Италии в миксе из Романа. Фрисея Родиччо. Нарезанных, вымытых, в ключевой воде, между прочим, и нежно обсушенных. Прям очень нежно. Вот. Это выглядит классно. Такое отдельно, к сожалению, не купить. Ну, по крайней мере, вбили. И поэтому. 169 рублей, да. Вот так вот. Так, значит, поехали. Зелень. Так, огурцы длинные. Вот, вот длинные. Сколько там они? По 79? Вот, 25 рублей взяли. Так, томаты по 79. Так, два хлеба мы взяли. Белый, черный. 29, 31. Дискриминация. Так. Чушь собачья. Колбасу мы взяли, значит. Вот, 29 рублей. Очень хорошая колбаса, докторская, значит, заповедные продукты по ГОСТу, да. Колбаса вареная, охлажденная. Она явно очень качественная, была в дополнительной защите, между прочим. Это не случайно, потому что она, ну, видимо, действительно непростая, так скажем. Так, докторская категория. А, так, ну, секундочку. То есть, действительно, очень качественный продукт. Я увидела это сразу. Поняла, да, почувствовала. Всеми фибрами. И, собственно говоря, она находится в вакууме. Вот. Так что взяла. Класс. Сколько она стоит? Наслаждаться. Стоиме 129 рублей. За 400 грамм. Да. Да. Мороженое, да, тут лежит, прячется. Золотой стандарт трио. Пожалуйста. 59 рублей. Вот и все. Взяли. Ну, кстати, не очень хорошее такое мороженое. Да. Из использования растительных жиров. Сюда же попался. Да. Что дальше? Наггетсы. Мы взяли вот такие штуки. Попробовать. Трипсы куриные в картофельной панировке от Мираторг. Отборное куриное мясо. 6 минут приготовления. Все звучит очень классно. Да, готовый продукт. Ну, решили попробовать, потому что картофельные панировки. Это достаточно интересно. В общем, 50% скидки. Но с учетом того, что вы берете за ту же стоимость, сразу две. То есть, 199 рублей. Две. А так обычно одна. Ну, интересно, правда, попробовать. Можно в духовочке приготовить, а можно, собственно говоря, не в, а на сковороде. Вот так вот. Также взяла коту. Значит, попробовать. Пурина, гурме, монпетит, мини порция с ягненком. А 20 рублей стоимость данного продукта. Не знаю, не знаю, как кот отреагирует. Понравится или нет, но попробуем. И титвит. 95% мяса, витаминки, таурин, мясные колбаски с телятиной укрепляют здоровье. Так хотелось, чтобы наш котик поел это лакомство. Ну, увы и ах. Он попробовал и сказал лично, прям сразу, свое недовольное мяу. То есть, сказал, вы что, офигели? Что за трянь, вы мяу, мяу, меня купили, мяу. Ну, типа того. Я попробовал тоже, дерьмо, дерьмище просто, я скажу, даже больше. Вот так вкусно. Поэтому, как бы, конечно, рассмотрим. 40 рублей на свалку. 40 рублей. Почему на свалку? Мы, конечно, отнесем бездомным обязательно животным. Они полакомятся. Но я не знаю, будут ли они есть. Я помню, как-то я покупала в Фикс Прайс тоже лакомство. И там, в общем, там дала коту. Точно так же есть не стала. Даже записывала. Ну, так получилось, что я не выложила вам. Вот. Ну, если интересно, в какой-то могу интегрировать другой ролик. Если захотите, пишите. Так вот, он, значит, не стал есть. Я думаю, ну, ладно. Пошла, вынесла бездомным. Ну, что сказать, они тоже не стали есть. Вот так вот, да. Так что будем надеяться, что хотя бы это бездомные котики поедят. Я надеюсь. Да. Иногда они от чего-то все-таки отказываются. Ну, вот такие у нас были покупки. В общем, мы остались полностью довольны. Это выгодно. Это здорово. Это вкусно. Это классно. Ну, все. Пойдем готовить. Всем удачи, любви, счастья. Хороших продуктов и все такое. Вот. Заглянем. Прошло, короче, где-то минут 20-15. Ну, 15, наверное. Видите, филейка такая приятная становится. Хочу, конечно, чтобы сверху была корочка, как на фото. Вот. Рома тут уже соломку сделал. С помощью Берная. Такая вот марка немецкая. Классная штука. Очень старая. Ну, кстати, сейчас такие же продаются. Ну, да. Ну, это, короче, еще с 90-х. Тогда где-то у меня батя уже остал. Это был прям раритет еще. Вот. И тут сейчас Рома. Да, мне Лен попросил поменьше. Я тут, блин. По-тоньше, в смысле. Да. Тут вообще какие-то крохи накираю. Класс. Сейчас все это посолим, перемешаем и будет жареная вкусная картошечка. И в конечном итоге салат сделаем с вами. Здесь сковорода уже с маслом кокосовым. Вот таким вот деликатом. Сейчас здесь будет жариться картошечка с луком. Мням-ням-ням. Итак, картофель жарится. Вот с луком тут. А здесь я жарю все на вот эти вот дары природы. Салатная фантазия. Решила-таки пожарить. Ну, я сразу решила. И вот жарю. Картошка почти готова. Вот семя я обжарила. И что я хочу сказать. Курица стоит вот уже 40 минут. И видно, что она даже здесь пор сырая. Никак корочкой здесь не покрылась. Ничего. Поэтому я думаю, нафиг. Я все-таки сейчас пожарю ее. Других вариантов я не вижу. Потому что это бред. Хотя, видите, она вроде уже и сделалась. Я не вижу, что здесь сырое мясо. А, не, есть, есть. Вот здесь сырое. Но все равно даже вот эта, которая не сырая, она прям резиновая. Фу. Лучше бы я сразу начала жарить. В общем, вот салатик. Ну, это тот, который именно смесь. Вот. Из пакета. Так, сейчас покажу. Вот из такого. Белая дача. Белая дача. Это именно Тоскана. Вот. Кстати, еще осталось. Дальше. Чай я заварила вот этот вот сейчас себе. Редбери Крамбл. Ну, в принципе, вкусный чай. Мягкий такой вкус у него. Это чашка из Фикс Прайс. Клевая. Милучий. Что-то увидел. Так. Значит, вот семя. Вот это. Ну, не семя. Опять же, вот эта вот салатная фантазия, которая вам показывала. Здесь вот кунжут. Семечки. Вот это все обжарила. Так, и вот курица. Вот такая получилась. В случае бы я ее сразу жарила, потому что это было бы рационально. В итоге получилось не совсем так, как я хотела. Ну, да ладно, ничего есть. И, конечно же, вот эти помидорки черри сейчас пойдут. Вот они такие крупненькие. А вот здесь я буду делать салатную заправку. Делаю ее сама. В общем, я возьму вот такую соль кавказскую. Тут абхазская, грузинская, адыгейская соль, чеснок. Вот такая соль, видите. Классная. Тут такая довольно-таки соленая, на самом деле. Вот. Вот так будет достаточно. Дальше я беру то, что не имеет никакой соли. Это просто приправа универсальная, тоже из геленджика. Берем, значит, и... Ой. Выспала случайно чуть-чуть. И вот сюда тоже вот так слегка добавляем. Сейчас все это будем перемешивать. Перемешиваем как следует. Можно даже чуть-чуть побольше масла добавить. Но думаю, в этом нет смысла. Тут и так. Хотя на такую крупную порцию, пожалуй, я все-таки, наверное, еще добавлю слегка. Маслица альтера. Даже еще чуть-чуть. Вот так вот. Ничего. В лишнем не будет. В конце концов. Так что все готово. Берем, пододвигаем салатник. Вот так курочку добавляем. Ну, в принципе, вот таким кусочком. Здесь хороший кусок. А некоторые кусочки вот придется порезать. Ну, можно вот руками порвать. Но я хочу нарезать сейчас цивилизованно куски. А не вот это вот как зверь. Разрывать тут сейчас все. Ну, погнали. Вот так разрезаем. И сразу там закидываем в салатик. Сейчас покажу вам. Вот такими вот кусочками. Ну, и так делаем со всей курицей. Этот же нож, который, кстати говоря, сейчас очень хорошо наточен. Использовался в роллах. И как это стандартно бывает. В общем-то, я когда смотрела тоже обзоры на роллы. Когда их разрезали, многие писали. Ой, да. Ну, они режутся очень тяжело. И многие писали там в комментариях. Я видела. Ой, да это нож тупой. Ну, выглядит действительно как тупой нож. Но, по правде говоря, это не в этом дело. То есть, вот этот нож очень хорошо наточен. Но все равно разрезалось плохо. Также мне в комментариях посоветовали как-то смачивать в уксусе. Попробуем. Посмотрим потом. Поможет это или нет. Будут ли хорошо после этого разрезаться ролловые палочки. Так назовем. У тебя это не палка. Колбаски. Колбаски. Так. Ну, замечательно. Так курочку разрезаем. Конечно, получается обалденно. Слушайте, конечно, салат. Получается очень крутой. Мне как-то так мысль в голову пришла. Его сделать. И я его к ужину делаю. Месть с картошечкой жареной. Это будет потрясающе просто. Вот. Значит, смотрите. Теперь давайте помидорку возьмем. Вот они небольшие. Здесь можно даже попку вырезать. Слегка. Я маленькая. Так. Будем разрезать напополам. Да. Сейчас еще одну. И кидать сюда. Вот. Видите? Такой классный салатик получается. Также сейчас я добавлю. Возьму вот сюда ложку. И добавлю вот этого семени обжаренного. Вот. Ой, какая прелесть. Слушайте. Просто красота. Как вот у меня в голове этот салат родился. Так сказать так. Он в принципе и получается. Видите? Только из-за масла. Да. Вот липнет. Ну, ничего страшного. Вот так. Таким образом можно. Да. Ой, какой хороший. Ой. Сейчас вообще просто все обрануются. Какой красотя. Также я добавлю сюда лимонного сока. В общем, вот так у нас получается салатик. И сейчас я положу картошки. Салатика. Рядом. И будет все очень классно. В общем, вот я разложила. Своим мужчинам я сейчас себе тоже положу салатик. Только салатик. Картошку, конечно, уже не буду. И поливаем вот так вот салатной заправкой. На, полей как тебе угодно. У нее только оставьте. Да, Дим, для тебя вид. Вкусно. Да. Ну, что? Супер ужин, да? Салатик. Ты салатик пока только попробовал, да? И он тебе понравился. Картошку тоже, да? Ой, вот такая вкусная еда. Приятного вам аппетита. Спасибо. Здорово. Вкусно, да? Классно получилось. Ну, вот берите на вооружение. Семья одобрила. А семечки попугали? Нет, это салатная такая заправка, можно сказать. Ну, не заправка, а смесь. Фантазия там всякие. Всякая фантазия. Фантазия. Да, да, да. Ну, ладно. Все, наслаждайтесь. В общем, берите на вооружение данный рецепт, да? Вы советуете? Да. Конечно. Всем приятного аппетита. И удачи, и пока. Если едите. Да, да, да. Ваше. Да. Да. Ваше. Продолжение следует...